У этой программы была какая-нибудь концепция? Или всё было так? Сиди вдаль, некоторые из знаменитостей, и вам без разницы, о чём говорить. Да у тебя здесь тоже нет никакой концепции? Нет, конечно, мы приглашали только тех, на кого ещё был спрос. Это было здорово. На нас не давили никакие квоты, как сейчас. Вот ты, к примеру, должен собрать миллион телезрителей, иначе вылетишь из шоу. Для этого миллиона это было бы трагедией. Надо было позвать в передачу судью. Да, временами это было необходимо. Кажется, ты у меня не был? Нет, не был, потому что ты всех просто уничтожал. А ты тогда из-за своих стареющих почек почти всё своё время проводил в каких-нибудь кустах. Вот ты говоришь, деньги не важны. Сегодня мне не нравится, когда на меня дарят рейтинги. А что касается рекламы, ты что-нибудь рекламировал? Меня никто не звал, за исключением кофейной компании. Забыл, как она называется. Они ещё приобрели клинику в Шварцвальде. Гервуса? Гервуса. Она зарабатывала миллионы, а сейчас полностью разорена. Как ты относишься к рекламе? Ничего не имею против, если мне нравится сам продукт. Ты ведь тогда тоже рекламировал спортивные костюмы, обувь? Забавно, но есть, по крайней мере, один очень похожий на тебя человек. Он что-то рекламировал? А посмотрите. Хотите знать, почему я всегда так охотно езжу на базар? Потому что там всегда есть место для парковки. Здорово, не правда ли? И к тому же выгодные предложения. Кофе Идея 500 граммов за 9,99. Филе Сельди 2,79. Экономьте вместе с базаром. Хорошая реклама. Я не видел, что вы её показывали. Её показывали? Да, показывали. Я даже купил пару пачек кофе. Держи подарок, руль. Это, кстати, оригинальный руль из той самой рекламы. Серьёзно? В твоей программе был такой материал, который вот уже 14-15 лет недоступен для обозрения. Этот материал мы сегодня увидим. Речь идёт о моём коллеге Роланде Кайзере, который покинул программу Кая буквально с красным лицом и весь в пене. Кто виновник? Господь Жукай. Через некоторое время мы это увидим. До встречи. До встречи. Это шоу 80-х. У нас в гостях Дитр Голин, Томас Андерс и Кай Дай. Мы вспоминаем 86-й год. Рядом со мной сидит Мигель Мурель. С Modern Token его объединяет что-то особенное. Расскажи нам, что же произошло? В 86-м году у меня был контракт со звукозаписывающей компанией, я был профессиональным певцом, и меня очень часто сравнивали с Томасом Андерсом. Для того, чтобы все могли представить себе, как ты выглядел в то время, давайте посмотрим на экран. Мигель Мурель, дамы и господа. Спасибо, что пришел. Вот видите, насколько вы были популярны? А вы помните, что вы делали в тот день 16 лет назад? Давайте узнаем. Ага, вы были в гостях у Томаса Готшлака в программе Нас АВАЗ. Вот так выглядел анонс передачи. Вот фото, это Томас. Это была программа Первого канала, 86-й год. Однако в то время было большое количество других программ. Внимание на экран. Необыкновенный, хорошо подготовленный, высокоинтеллектуальный, добрый человек, заслуживший свой успех на телевидении. Однажды я участвовал в программе Ханса Розенталя в качестве кандидата. Что будешь делать дальше? Дальше я хотел бы поблагодарить за возможность продолжать участие в программе. Вместе с Верой Росфурм мы набрали наибольшее количество очков за всю историю программы «Дали-дали». Потом загорели все эти лампочки, и он подпрыгивал вверх. Желаю вам прекрасного вечера, наши гости, наши кандидаты, все коллеги, им весь зал, а также Ханс Розенталь. Пока, до свидания. Автомобиль, компьютер, мужчина. Ты это видел? Что? Там мужик реально спит за рулем. Нет. Я считал Дэвида Хасселхоффа достаточно привлекательным, но сериал был дурацкий. В это невозможно поверить. Не двигайся, Майами Вайс. Красивые вещи, красивые автомобили, всегда хорошая погода. О чем там шла речь с точки зрения содержания, не знаю. Но вот с точки зрения моды, эти постельные тона, и в Майами Вайс я перенял вот эту надпись на футболке и ходил в ней следующие пять лет. Это не шоу. Это шоу 80-х, год 86-й. Глядя на все эти вещи, могу сказать, что тогда вы выглядели очень женственно. Чего не скажешь сейчас. Фото на вальдиском удостоверении Хайла. С таким удостоверением вы рисковали попасть за решетку. Конечно, было много невероятных веселых моментов в жизни, но были и моменты, вы их сейчас увидите, о которых вспоминать не очень приятно. Например, авария в Чернобыле. Есть моменты, о которых мы вспоминаем, например, с ностальгией. Например, когда Штефиграф выиграл свой первый большой турнир, кажется, в Берлине у Мартина Навратиловой. Год 86-й в картинках. Старт шаттла-челленджер. Всего через 73 секунды исследует его взрыв. Все семь астронавтов погибают. На атомной электростанции в городе Чернобыль происходит атомный взрыв, последствия которого отразились на всей Европе. В то время я работал на радио, и мне пришлось сообщать о событиях в Чернобыле. Поэтому я знаю, насколько неподготовленными оказались ученые и политики. Кому бы я ни обратился, никто не знал, что с этим делать. Они всегда пытались увиливать от ответов, особенно в самом начале. В то время я питался исключительно консервами, никакого свежего салата, никаких фруктов, хлеба, потому что, казалось, смерть притаилась в ожидании за углом. Многих смерть ожидала не сразу, в момент аварии. Тысячи людей погибли позднее от рака. Несколько тысяч полицейских усмиряют противников атомной энергетики в Беккерсдорфе, в пожарно-химическом предприятии Зандо-Схемы в Базеле. Гедовиды и химикаты попадают в рейн и отравляют воду. Международный чемпионат по теннису в Берлине. 16-летняя Штефиграф выигрывает турнир, впервые держав победу над Мартины Навратиловой. Для Мартины это означало, что ее эра заканчивается. Естественно, для нее это было очень болезненно. Что меня всегда огорчало в Штефиграф, это то, что она не могла радоваться победам так, как это делал Борис Беккер. И он во второй раз выигрывает Уимблдон. Чемпионат мира по футболу в Мексике. Игра рукой Марадоны выводит сборную Аргентины в финал. Для Марадоны это была рука Бога. У Господа Бога много более важных дел. У него нет времени, чтобы заниматься такими мелочами. Конечно же, это был обман. Для англичан это было, конечно, уму непостижимо. Да и сейчас тоже. Они были уверены, что финал уже у них в руках. Германия проиграла со счетом 3-2. Аргентина стала чемпионом мира. Вчера после программы новостей зрители Первого канала должны были это увидеть и услышать. Я желаю, чтобы Господь благословил нас всех, а также счастья и мира в наступающем 87-м году. Вместо этого канцлер пожелал немцам всего хорошего в прошедшем 86-м году. В Гамбурге, в эфире Северогерманского радио, включили прошлогоднее поздравление с Новым годом. Ставили не ту кассету. Говорю честно, да, я это слышал, но не обратил внимания. Ничего не заметил. Все было как обычно. Желаю, чтобы Господь благословил нас всех. Впрочем, как и в 84-м, 85-м, как всегда. Заверяю вас, никто ничего не заметил. Да, пожалуй, господин Коль сам ничего не заметил. Я думаю, Коль сам сейчас не заметил. Вы помните это новогоднее обращение? Только благодаря СМИ. Я не смотрю новогоднее обращение, потому что в это время я со своей женой всегда нахожусь на дискотеке. Но я слышал об этом и даже порадовался в душе, что радиостанции иногда позволяют себе такие оплошности и путают пленки. Но думаю, что, как уже сказали, этого никто не заметил. Мне тоже так кажется. Раз уж мы начали говорить на такие непростые темы, где Нора? Мне плакать, мне смеяться. Ни одна другая цепочка не волновала нацию так сильно, как эта. К тому же ты ее носил с таким видом, как будто тебе с ней лучше поется. Надо же, какой эффект. Но в последнее время Нору не видно и не слышно. Ты с ней контактируешь? Нет, я с ней не общаюсь. Могу тебе помочь. Ну так что, ты ее общаешься с Норой? Да, я с ней общаюсь. Она живет в Минхине. У нее все отлично. Было время, когда у вас возникли разногласия. Некоторое время вы не общались вовсе. Это все ерунда. Не знаю, кто это сказал, ты или кто-то еще, но все преподносилось так, как будто у нас был дикий стресс. На самом деле это легенда. Действительно, мы тогда не общались друг с другом. Но никогда не доходило дело до того, чтобы мы, к примеру, обзывали друг друга. Мы просто не общались. Мы абсолютно отстранились друг от друга. У каждого была своя жизнь. Понятно, как в любой нормальной семье. Да, но все необычно ругаются, а мы никогда не ругались. Мне всегда казалось, вы созданы друг для друга. В 1986 году в ГДР состоялся первый конкурс «Мисс ГДР». Для этого мероприятия выбрали самое, как казалось, достойное место – клубный ресторан при пожарной службе. Посмотрите, пожалуйста. «Мисс ГДР». «Восток» также желает знать, кто самая красивая во всей стране. «Шесть». «Шесть» – это магическая высшая оценка. Они сбрасывают в себя одеяния, не полностью, конечно. Да и хореография не на высоте. Тем не менее, здесь сильный дух соперничества. 25 кандидаток. Одна красивая, другая. Но эта – самая красивая. Она становится «Мисс ГДР». 86. Ты победила. Поздравляю. Тебе не захотелось продолжить и дальше работать в этой профессии? Победа – это здорово, я очень горжусь. Но у меня прекрасная профессия, и я хотел бы в ней остаться. Кто ты по профессии? Я работаю наборщиком в типографии. Я тоже кое-что приготовил. Этот букет весенних цветов для тебя от меня. Большое спасибо. Это Катрин Гютлер. Она замужем, поэтому, к сожалению, я не подготовил весенний букет. Но я подготовил сюрприз. Добро пожаловать, «Мисс ГДР» Катрин Гютлер. Спасибо, что приехала. Проходи. Это Modern Talking и Кайдаль. Итак, собственно, что ты выиграла? Деньги? Или какой-то материальный приз? Три дня отдыха на курорте. Это было нечто особенное для того времени. Конечно, приятно отдохнуть душой. Но на фото, посмотрите, «Мисс ГДР», 1986 год. А вот это – сырный пирог. Музикухон, да? Да.